прежде того да сами статсенсу не поговорим про покупку машин и так у нас три варианта все естественно хотят первый вариант новую машину но сейчас нова машина дорого и что же нам делать ну да можно копить на новую машину купить и у но возникают проблемы во первых если хотите skoda octavia 8 или новый kodiaq то они еще знаете не обкатаны платформы сырые муж из-за нововведений новых машинах стоят новые программы печенье новые блоки и бу и с этим у вас будет грубо говоря по 15-20 ошибок в машине каждый день у вас будет вот у меня skoda octavia 8 2-литровая style с пакетами с помощниками и в чем самый главный косяк этой машины всех новых машин volkswagen эта система старт-стоп который надо постоянно отключать потому что она постоянно глушит ваш мотор если это будут вас тратить стартер я кб и он уже отключить потом когда вы заводите машину у вас всегда будет работать ассистент полосы с его купили я его купил яж максималку взял его надо выключаем уж он постоянно пытается подруливать он не понимать если вы думаете что он видит только полосы он видит контрастность разность цветов например эти зимой по асфальту пока будет снег он по ночь это полоса и будет пытаться ехать прямо это все напрягает потом тоже там отваливаются ассистенты то что там может моргать прибор к там пропадает звуком агнитолы хочу очень много косяков голонас отваливается но у меня пока все более-менее я при помощи специальных приборов все это лечу но как говорится есть нюансы и еще один нюанс там просто книг тире скрытые функции там может допрыгаться позже будет ролик короче один большой геморрой и что же нам делать с гарантией нова машины гарантия под вопросом фасваген сказал что якобы будет выполнять свои гарантийные обязательства но не факт что например вас ломается переключатель dsg там или автомата вам его привезут а сам его не поставить потому что у машины стоит защита компонентов и вам нужно диагностическое оборудование с онлайн доступом к серверу вагму что любые скрытые функции любые работы с блоками только через серверу бака если в итоге вся ситуация обостриться то я думаю вак нам при тупе он уже притупил уже как сказать усложнил доступ к серверу он дилерам не разрешает пользоваться полноценной базой информации если он отрубит все данные то просто-напросто для новых машин ничего не сможете прошить или поменять как сказать сломалась сломалась и и все поставил сарай и забыл про ним очень большой геморрой и обслуживание у дилера сейчас уже по 20000 первое то у которого там еще 25 тысяч насколько помню ценный космос что же делать брать машины бу ну например двух трехлетнюю машину с пробегом примерно но с маленьким пробег машине продаются здесь на обычная люди накручивает в год по 15 тысяч километров получается два три года это будет вас примерно под 50 или 70 тысяч километров но обычно сейчас на продаже и филки октаве с пробегом 80 тысяч километров начинается от миллион восьмиста тысяч рублей миллион восемьсот да это возможно был дешевле чем покупать новый skoda octavia a8 например на 16 двигателя на стоит 2 и 4 миллиона на заводе но вы не сможете получить машину потому что зовут банально ничего не производит все они все распродали учат сейчас разгород человеком он хотел продать свой эти смотришь поставь лайк руслан ее продать свой туарег ой тьфу ты туарег у него крузак этот правда за и у него покупать его за 5 миллионов купить себе октавию за 4 потому что от себя такие цены ему цены распрессовал и он не знаю буду думать короче но машины очень дорого получается остается бубу машины с пробегом 80 тысяч километров примерно но стоит ли ее брать напоминаю что у skoda octavia что а7 что и фл вообще у любой машины кстати тысячи метров начинается как сказать потребление денег что будет у машины если вы купить им в октавию например на пробеге 80 тысяч километров в основном такие машины потому что уже больше ста тысяч это уже точные проблемы очень ближе к ста тысячам начинаются нюансы весь у вас механика у вас будет тарахтон и вам нужно будет менять масло в механике dsg там еще хуже она вообще может быть уже приехавший dsg механика еще живи живая но из-за технической особенности коробки м как бы вы там не катались может быть уже он поменяли но скорее всего машину продают ничего на ней не меняет может 70 80 100 тысяч это уже проблемы тарахтон тарахтон это такое как бы стать биение на холостых оборотах при холодных при первом запуске или при холодных температурах если он просто вот например на выжиме сцепление он пропадает вот пропадает но у меня бывает крайне редкого зимой бывает такое легкое как бы посторонний звук при прогреве это пропадает у него у этой машины нету масляного тарахтона бат еще масляный тарахтон когда есть биение из поддона двигателя это вообще жопа полная там короче дилер не признает это браком это конструктивная особенность якобы но масляный тарахтон это брак точно тарахтон коробки это просто-напросто демпферные пружины у диска там разбалтываются и идет этот звук и выжимаешь сцепление он пропадает и потом на пробеге 100 120 тысяч уход на 90 придется менять вам дисциплине и выжимной но этот косяк будет у всех даже если купить новый катаве а8 у него будет тоже самое я читал форум я читаю форум что так то я 8 иногда раньше читал пока машина ждал там уже на 15 тысяч людей проблемы четкий шумный тарахтон прям прям мешать жить обычно цепляет тарахту нацепление менять когда уже примутал стоишь на холостых и вибрирует бьет и напутываются с подушками вот тогда это уже полная жопа короче у вас будет тарахтон вам придется поменять диски тормозные колодки это точно это это расходы вам будет поменять все расходные жидкости это антифриз тормозная жидкость все прокачивать сейчас сейчас за стоит денег к 8 100 тысячам если есть потратила неправильно может приехать турбина катализатор может уже быть на грани износа получается вы купите машину 17 18 года за миллион 800 и будь в него вкладывать деньги сразу что делать есть другой вариант найти машину за которую был нужный уход но большими годами понимаете как сказал мой тесть в россии единственная страна где бараны покупают машины не по пробегу а по годам люди думают если например машину дня 15 года если машине 7 это на развалюха вот машины 44 тысячи пробег до тарахту на замены ей 60 тысяч пробега до какие-то проблемы с подвеской трубут на 100 тысячах там или еще ей тоже 60 70 тысяч пробега у этой машины замены все расходники колодки и диски я уже показывал ролики их толщину там короче колодки точно помню перед внутренние 5 остались миллиметров наружные 4 зад по 5 миллиметров диски там по 9 сплэн и по 23 и 8 короче на этой машине с тормозами проблем не будет года два-три и могут ничего менять эти будь есть как мы действую все четыре года расходники все жидкости поменены фильтра все поменены масло меня с поможет и сам что такое моточасы кто до сих пор не в курсе это так вот например за долгий долговременный период видите 30 км 17 моточасов но деньги литров это потому что я нажимаю педалька я кручу до трех тысяч оборотов примерно пусть это так нужно делать вы прожигали свечки чтобы машина дышал этот турбомотор и чтобы турбина работала хорошо нужно крутить мотор чтобы перепускной клапан открывался актуатор работал чтобы масло не угорало в двигателе цилиндрах и не загрязнял не тот же актуатор не не тот же катализатор катализатор я показывал ролика все работает актуатор все равно проблем нет вот машины нету ошибок все скрытые нужные функции у этой машины активированы что вам нужно но вот это бесполезная функция есть и спор там все остальное удержание на подъеме помощь при поворотах там аварийной сигнализации при резке и сам торможение против туманные фары сзади включены там комфортный порт и все это работа все активировано ничего вам делать не нужно получается эта машина не будет вам достать не должна вам доставлять хлопот как минимум до восьмидесяти девяносто тысяч километров этой машине часов . если у вас пробег по 15 тысяч километров в год то вам как минимум три года кататься без проблем и чем она лучше а тем что на ней не уже язык дилеру вы сами поменяете масло допасла еще где-то 3000 это можно прыгать примерно 150 весь весь моточасов и тут как бы нечего ломаться поможет тут механика электронный блок электроника все работает механическая приборка пробеги не скручены и магнитолог болеро ну что еще нужно в ручник он не по не полетит диски это значит что на подвеску не было ненужных нагрузок эта машина прослужит долго и счастлива вам долгие годы эксплуатировалась машины и сейчас она эксплуатируется на хорошем топливе с низким содержанием серы кто не знает что так что топлива снег серы помогать вашему мотору машине жить долго и счастлива смотрите наши ролики скоро все узнать мы я взялась паспорта топлива и промыслов все на канале кто не впустил это канал стас и надзенен с ютубом и ушли новая машина это новые проблемы бушная машина с небольшими годами жизни но с большим пробегом без разницы трассу не увлечу вот сейчас один человек продает туарег два года машине пробег 150 тысяч метров трасса да какая разница что и два года это 150 тысяч километров хоть и по трассе на 150 тысяч метров там уже скорее всего у него же коробочка приехала поэтому машины и продается вы купите машину с проблемами dsg тоже к 100 тысяч 80 тысяч это уже проблемы если особенно то были какие-то юздыны любители форумов или которые заливают на ленда заливают туда мацан 508 допуска идиоты то что сказать ребятки тем более цене обслуживаться у дилера по 15 тысяч километров это проблема который будет у вас они у продавца который потом этом барахло естный вариант вот искать вот такую машину которая ухожена имеет ну календарные годы большие но мамин малые годы эксплуатации потому что она полгода стоял в гараже и не каталась мыши владеет по вакте еще раз говорю выбирайте машины правильно новые дорого берете бу берите анализируя годы сколько она продает как календарных лет и пробег чем больше пробег тем больше у вас будет скоро проблем муж и пробег это правую машину убивает пробег и неправильная эксплуатация а когда все это вместе это еще хуже и не поняли запомнить никто не продает машину хорошую потому что хорошую машину за самому вот меня тоже сет машина себя стану я строю дом поэтому нужны деньги вот и все все по честному ну если мчать машина дорого ну ищите что-то подешевле учет мне уже звонил предлагал машину дать их вещь как ты звонишь уверен и смотришь но он понимать я не могу скинуть 80 тысяч на эту машину то что у вас нету денег не хватает на стоимость эту машину что я сделаю у меня не благотворительной организации мне тоже нужны средства и эта машина потому что она честная и ухоженная приборная панель ну все как мы не знаю я протирать салфеечкой тряпочкой там мою все деньги но все деньги да может быть там где-то есть нюансы но просто по этой только того что здесь это детская машина и в ней уже как сказать растет второе поколение стаса фенов где-то воду провели на это все можете сейчас холодно видите температуру 7 градусов как я стены почищу потом сеньки протухнет поэтому не ну а не ничего странного просто ну где-то шоколадка там было это но оттерли что-то оттерли что не оттерли такие моменты бывают антаричи вам счастливых лет эксплуатации ваших автомобилей а все знания на канале сосен до свидания а